В этом выпуске Спартаковского Вестника. Поражение в Краснодаре. Спартак удивляет составом и планом на игру. Подход тренера. Кузнецов признает свои ошибки и призывает футболистов к большей самодаче на поле. Умяров в очередной раз доказывает своей игрой, что заслужил место в основном составе. Мирзов пытается найти слова для болельщиков. После отставки Олега Кононова команду к матчу с Краснодаром готовил его первый помощник Сергей Кузнецов, выступавший в роли исполняющего обязанности главного тренера. Спартак вышел на эту игру, мягко говоря, в непривычном стартовом составе и тем самым без преувеличения шокировал своих болельщиков. Из-за мышечных травм матч с быками вынуждены были пропустить Роман Зобнин, Самуэль Жиго и Лукас Айртон. А по заверениям агента Шурле, из-за сильного бронхита немец также не смог выйти на поле. По рекомендации медицинского штаба остались вне стартового состава Гу Стиль, Эсекель Панце и Зелимхан Бакаев, о чем после матча сообщит официальный сайт красно-белых. В итоге за час до игры в соцсетях был представлен следующий состав. Если замены полевых игроков плюс-минус можно было обосновать, то замена вратаря Александра Максименко, который в последних матчах не давал повода усомниться в том, что именно он, номер один в воротах Спартака на другого спартаковского кипера, Артема Реброва, окончательно сломала логику фанатам и болельщикам красно-белых. Однако данная расстановка не совсем соответствовала действительности. Сделано это либо по ошибке, либо это был такой тактический ход, для того, чтобы запутать соперника. Лоренцо Мельгареха не стал играть справа в полузащите, а оказался на острие атаки. Соответственно, Джордан Ларсон сыграл справа. Сергей Кузнецов имел явно контратакующий план на игру, с расчетом на то, что Мельгареха на острие может сыграть разнообразно, в том числе и забить со второго этажа при навесах с клангов, чем никогда не пользовался Олег Кононов. Это была неплохая задумка с точки зрения тактики и с точки зрения элемента неожиданности. Навряд ли Краснодар был готов, что Мельгареха может сыграть чистого форварда. И действительно, Лоренцо был тем, кто чаще всего угрожал воротам быков. Почему Кононов столько времени мариновал его на лавке, лично для нас остается загадкой до сих пор. А что вы думаете по этому поводу и по игре Парагвайца в целом? Оставляйте свои мнения в комментариях к этому видео. Автор лучшего комментария получит плюсик к карме. В итоге план не сработал, так как Спартак пропустил два быстрых гола в начале первого тайма. И ни о каких контратаках уже не могло идти речи. На третьей минуте матча Крал проиграл верховую борьбу. И Берг, который забивает только по праздникам, расстреливает в упор Реброва. 1-0. Но надо отдать должное красно-белым. Учитывая последние результаты и сильную ротацию в составе на этот матч, быстрый гол мог заставить команду посыпаться. Однако этого не произошло. Спартак пошел вперед большими силами и верой в себя. И вот настал момент, когда задумка Кузнецова могла сработать. Но чуть-чуть не повезло. Счет мог сравнять все тот же Мельгареха. После навеса рассказывалось с правого фланга Парагвайц хорошо бил головой с отклонением в противоход вратарю. Но за краснодарцев сыграла перекладина. На 20-й минуте на левом фланге обороны спартаковцев гулял ветер и одинокий Петров. А Мирзов смотрел футбол. В итоге четыре спартаковца не смогли сдержать Ари, который покатил направо на врывающегося Петрова. Мирзов по-прежнему смотрел футбол. Ари Бров не выручил после удара краснодарского защитника, который расстрелял спартаковского вратаря в упор. Полный бардак в обороне. Забегая вперед, скажу, что похожий момент имел место и во втором тайме, когда должен был забивать Шапи с передачи Ари. Но здесь везет уже спартаковцам. Мимо. Возвращаемся к тайму первому. После второго гола парни не посыпались и вновь пошли искать счастье в атаке. На этот раз удача улыбнулась нам. После подачи все того же Рассказова, Мирзов выигрывает борьбу на втором этаже и делает скидку на Ларсена, который забивает гол практически в пустые ворота. 2-1 и уже дышится легче. Появилась надежда, что красно-белые смогут таки додавить во втором тайме быков, которые провели тяжелейший матч в Лиге Европы против испанского Хитафи. Однако этого не произошло. Краснодар отдал инициативу Спартаку и уже не давал так опасно подавать, а спартаковцы не сыскали успеха в позиционных атаках. Что ж, опять, как и в предыдущих матчах, проигрываем по схожему сценарию. Пропускаем первыми. Однако сейчас при просмотре матча не было ощущения безнадёги, как при Кононове. Исполняющий обязанности главного тренера московского Спартака Сергей Кузнецов довольно смело и открыто прокомментировал игру красно-белых во время флэш-интервью после матча. Специалист отметил, что на поле не было равнодушных, а также признал, что совершил ошибки при заменах. По словам Кузнецова, замены должны были усилить игру, но этого не произошло. Даже наоборот, до замен игра Спартака была более убедительная. Наверное, неудачное начало матча связано с той атмосферой, которая была из-за череды неудач. Как бы ни настраивали команду, что нужно играть с первых до последних минут, мы, к сожалению, провалили начало. Потом ребята пришли в себя. Меня порадовало, что ни у кого из вышедших в стартовом составе не было безразличия. Даже проигрывая 0-2, мы постарались вытянуть этот матч. Считаю, были близки к этому. Но мои замены пошли не на пользу команде. Я хотел добавить свежести в атакующей стадии и постараться додавить. Но замены не сработали. Конечно, хотелось видеть от этих ребят больше. Если человек выходит на 20-25 минут, то он должен рвать и метать, вокруг него должно все гореть. Вышел на замену? Хочешь доказать, что достоин играть в основе, тем более в таком великом клубе, как Спартак. Я благодарю ребят, которые в тяжелейшей ситуации смогли выправить игру и достойно смотрелись. А по заменам мы сделаем выводы, пообщаемся с этими ребятами. Третье не хотел бы видеть игроков, выходящих на поле и не отдающихся полностью. Пауза пойдет нам на пользу, нужно все переосмыслить, проанализировать. Тем более мы надеемся, что все наши травмированные игроки уже к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Мы должны наконец-то уже выиграть. Отметим, что такой подход очень интересен и заслуживает уважения. Может быть, как раз такого поведения и не хватало Олегу Кононову. Вероятнее всего, что на следующий матч команду выведет на поле уже другой специалист – Доменик Этедеско. А будущее Кузнецова пока даже для него остается под вопросом. Есть и хорошие новости для болельщиков красно-белых. Игра опорного полузащитника Наили Умярова стала светлым пятном на фоне последних невзрачных игр команды. Наиль провел всего 90 минут в матче против Краснодара. В эти 90 минут мы увидели умного, смелого футболиста, не стесняющегося отдавать указания более матерым одноклубникам. Кажется, что уже до приема мяча Умяров знает, что делать дальше, что у него есть решение. Наиль умело отдавал пасы в касание. Протаскивал мяч и притормаживал атаку при отсутствии партнеров впереди. Не заметил с его стороны ни одного обреза, что очень важно для его позиции. На фоне Крала, с которым Умяров играл в паре в центре поля, Наиль смотрелся более выгодно. Чех временами обрезал и отдавал неточные или неудобные пасы на коротких или средних расстояниях. Умяров так не ошибался. При такой игре россиянина покупка Крала стала вызывать все больше вопросов у прессы и у болельщиков. Сколько нужно времени Чеху на адаптацию? Странно еще то, почему Кононов практически не давал шансы молодому опорнику. Ведь тот своей игрой буквально ногой стучался в двери стартового состава. Впрочем, Кононов это уже прошлое. Не просто давать интервью после поражений, а еще не просто это делать после серии поражений. Полузащитник красно-белых Резуан Мирзов нашел в себе силы и выступил во флэш-зоне перед прессой с комментарием к игре, в котором попытался найти причины поражения и найти позитивные моменты для команды и болельщиков. Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы, это встряхнуло нас. Но мы не опустили рук, начали играть, отыгрываться. Мы бились и сделали то, что могли. Но это не помогло нам. Не могу ответить на вопрос, почему у Спартака всегда разные вторые таймы. В первом тайме у нас были хорошие моменты, и мы могли забивать. В принципе, смотрелись неплохо. В итоге забили, и во втором тайме действительно могли отыграться. Что касается места в турнирной таблице, то, честно говоря, этому нет объяснения. Спартак не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Команда для меня на первом месте, она должна выигрывать, надо подниматься. Все остальное второстепенные вещи. Андрей также не прошел мимо журналистов и дал короткий комментарий по игре. Мы испугались начала, пропустили нелепые голы, много молодых, много новых футболистов. Не забывайте о психологическом давлении, о том, что не выигрываем, болельщики поддерживают, не поддерживают. Конечно, будут падения и подъемы. А так, потом взяли под контроль и два не сравняли, потом могли еще забить во втором тайме. Надо было лучше мяч контролировать и быть организованнее в атаке. Мы начали больше длинными передачами, почему, когда было численное преимущество, не пробовали разыгрывать лишнего, в силу неопытности или чрезмерного желания отыграться. А на вопрос одного из журналистов о том, почему Андрей не подошел к болельщикам после матча, посоветовал последнему одеть очки. Дорогие спартаковцы, матч с Краснодаром в этот дождливый день не оправдал наших надежд в плане результата. Будем надеяться, что пауза на время игр сборной пойдет нам на пользу. Игроки залечат свои повреждения, а Андрюха вылечит свой бронхит. Ждем нового тренера и перемен.